Всем привет! Сегодня у меня будут покупки с магазина Ноктишоп. Первое, что я вам покажу, это верхние формы. От Bloom, номер 3, номер 4, арочный квадрат и арочный пайп или арочный миндаль, современный миндаль. У них называется еще они Gothic. Купила я себе маленькие пакетики. Одна форма стоила 65 рублей, другая 70. Такие по такой цене продавались на Алиэкспрессе, но я подумала, что здесь ближе дойти и купить, чем с Алиэкспресса дождаться. Еще даже до повышения цены я их видела, но как-то мимо ходила, мимо Алиэкспресса. Кстати, эти формы у них в четырех видах. Еще там два миндаля были представлены. Ну, миндали мне не очень нравятся. Ну, такой обычный плоский, который выпиливают из натуральных ногтей или там донаращивают. И также эти формы продаются в двух форматах. Вот такой вот маленький пакетик, где 12 форм всего лишь. И большие пластиковые контейнеры, как на Алиэкспрессе. Также у них была цена 600 с чем-то рублей. Последний раз на Адиве я их смотрела, они уже стали 750, по-моему, в Ноктешопе. Не знаю. Смотрите, это моя первая попытка нарастить просто на типс номер 3. Форма, кстати, подошла. Так, еще я себе приобрела Капрамин, кровоостанавливающее средство. Стоило оно 225 рублей. На Адиве оно стоило 250, поэтому я там его не заказала. Еще я смотрела на него на Вайлдберрис. Там его тоже очень много. И там и по 200 рублей было, и по 219. Дороже. Ну, дешевле, чем там 290 рублей, я не видела. Есть инструкция по применению на двух языках. На русском полностью странице и там на английском на обороте. Вы знаете, что это средство применяется точечно. Оно пришло к нам в ногтевой и стоматологии. Так же, как и, наверное, фрезеры, боры, фрезы. В общем, оно такое жидкое, с пипеткой. Но к нему я заказала на Вайлдберрисе Капрамину микробраши. Они тоже будут в этой распаковке. И, да, посмотрите, я разорилась и купила все-таки сутежок от Ириск. Стоил он 240 рублей, но ему уже год. Ему ровно год. И так же я себе купила еще молочную базу от Патрисанелла. Это каучуковая база. Очень красиво она выглядела на примерах, на фотографиях. Она так выглядела фарфорово, очень красиво. Но хотела я ее 8 мл, но 8 мл не было в наличии. Пришлось брать 16 мл. Так же я еще себе докупила каучуковую и стронг базы прозрачной от Блум. Потому что на них сейчас цена немножко подорожала. Стала база стоить на 100 рублей дороже. Они с 1 апреля подняли ценник Блум. Но цвета, кстати, у них остались по прежней цене. Так же я купила 2 клинсера по пол-литра. Тоже они еще были по старой цене. По 360 рублей я брала каждый бутылек. Не стала литровый брать, потому что он уже с новой формулой. И в нем больше спирта. И так же взяла 2 ремувера. От ТНЛ по 100 мл. Больших просто не было. Поэтому пришлось взять такие. И еще на Вайлдберрисе я заказала пластинку от Икснейл номер 183 Тигры. По этой ссылке очень много пластинок. И еще там есть одна пластинка с тиграми. Которую я не сразу увидела. Уже после того, как получила вот эту. Я полистала, какие еще предлагает продавец. И вот они эти микробраши желтые. Стоили они 97 рублей за 100 штук. Ну, я уже пояснила, для чего я их заказала. Чтобы точечно прижигать раны. В случае чего. Так. И приступим к выкраске базы. База вязкая. Ну, как обычная каучуковая база. Просушу я еще на пакетике. Каплю такую довольно-таки толстую. И что характерная особенность. Пакет эта база не подогрела. Не знаю, как на руках. Это все нужно пробовать индивидуально. Базы Блум я, когда первый раз покупила Стронг. Она мне тоже не пекла. А с последующим применением она мне стала подпекать ногти. Что приходится на 3-5 секунде ногти вынимать. И дать им остыть. А потом досушивать оставшееся время. На типсе я базе помогаю распределиться. Типсы холодные. Поэтому база более ленивая. Нужно какое-то время. Еще кисточкой чуть-чуть помочь. Но я думаю, что на ногтях она будет более-менее послушной. И будет быстрее выравниваться. Тут я ушла из кадра. Потому что там довыравнивала базу. Так, сушу я ее ровно 60 секунд на полной мощности. И ставлю вот, смотрите, довольно-таки объемную каплю. Так, она также просохнет. Вот сейчас я потыкаю еще. Ну, конечно, здесь типса прозрачная. Здесь любой материал просохнет. Ну, по-другому просто базу на цвет не посмотреть. На молочные ее смысла нету красить. Она не будет. Просто цвета не поймем на молочном типсе. И также, соответственно, на пакетике тоже просохнет в толстый слой. Но это, опять же говорю, надо все тестировать на руках. Ну, с молочными базами у меня, по крайней мере, были от Блум, от Малтини. И с ними у меня проблем не было. База имеет активный липкий слой. И посмотрите, с усилием я ее пытаюсь согнуть. Она сгибается, но не ломается, не рвется. Достаточно прочная база, которая будет следовать за ногтем. Ну, не знаю, насколько, конечно, она будет следовать. Но посмотрите, в толстый слой база податливая. Фикс огнешь, фикс крутишь. Надеюсь, что она будет держать ногти. Ну, хотя мои ногти никакая база не удерживает. Они просто изнутри подламываются и все. Так, посмотрим по топам. А, и в сравнении с номером 630. Они, кстати, очень похожи по цвету. Только если вам надо делать теневой стемпинг, конечно, будет лучше гель-лак использовать, чем базу. Так, и протестируем утюжок. Я возьму всего лишь два вида фольги. Это будет первая фольга-набор. Такая фиговенькая, которая была. Помните, якобы градиент-пиксельная фольга, тонкая. У этой утюжка липкий слой нормальный. Но база при просыхании, по инструкции, там тоже ее минуту надо сушить в любой лампе, в UF или LED-лампе. Эта база не становится матовой. Она как была глянцевая, она такой и остается. И вот я смотрела на обзорах, кто заказывал с Алиэкспресса клей, вот эти BIN. Он тоже не становится матовым и также глянцевым остается, и он хорошо печатает. Ну, кстати, вот утюжок тоже неплохо справляется. Давно я тоже на него смотрела, на этот клей-гель. Но не хотела заказывать по причине того, что у меня еще этот от ЭКО. Его не используешь, девать некуда, просто переводить. Не хотелось деньги и материал. Так, и взяла еще набор из последних распаковок. Некрасивую вот эту фольгу коллографическую. Я забыла сразу здесь еще показать пример первой фольги, которую я тестировала еще за кадром, потому что мне было очень интересно, насколько хорошо справится этот клей-гель с фольгой данной. Ну, в общем, надо фольгу тестировать не на вот этих типсах подвижных. Потому что пока трешь с одной стороны, типса заваливается, переваливается, фольга загибается, в общем, не проглаживается до конца и непонятно. То ли фольга такая, то ли клей такой, то ли одно к другому не подходит. Или просто из-за того, что типса не стоит на месте и постоянно шевелится. Здесь приходится дополнительно проглаживать, дожимать, где что еще осталось. Где-то я вот по краям не промазала, просто там не приклеилась. Фиговая фольга отпечаталась нормально. И теперь дело за голографической. Очень много заломов у меня получилось с этой типсой. Но с этим клеем действительно данная фольга печатается намного лучше. Рисунок не стирается под нажимом, под трением. Как с предыдущим клеем, где у меня вся эта красивая голография просто сходила из-за того, что я сильно терла по фольге, чтобы она отпечаталась просто. Посмотрите, более-менее читается. Рисунок проглядывается. Но вблизи там очень много заломов и кое-где остались проплешины. Так, номер 630, ой, 630, 840 использовала для стемпинга. Приступим к тестированию пластинки. Она одна-единственная. Опять же, тигры. Так как у нас год тигра, соответственно, и пластинка такая же. Здесь в основном это многослойные рисунки. Но вот сделаю я один рисунок, я так и не поняла смысл его. Сейчас мы сделаем вот этого тигра, который шагает. Еще такой фон я подобрала этой коллекции. Ой, господи, как они? Пончик. Во, донатс. Где много неоновых крапинок. В общем, к этому тигру самое то. Вечеринка. Здесь я всего использую три цвета. Оранжевый, откатс. Номер потерялся, где-то отклился. Но, по-моему, это был то ли 28-й, то ли 34-й. У меня их таких два цвета. Я их заказывала в прошлом году. Оранжевых. Один просто шиммером. Один вот такой вот обычный матовый цвет. Лак от Лесли. Черный. Нужно купить от Свенки. Кстати, от Свенки стало 18 мл. Просто офигеете. 420 рублей, по-моему, стало такой флакончик. И Лесли тоже с 11 апреля поднимают цены на свои лаки. Про пластины я не читала. А рассылка с сайта MyStamping пришла. С 11 апреля цены на лаки для стемпинга поднимаются. И тоже так. Достаточно, по-моему, рублей 50 или 60. Ну, плюс к цене. Они и так стоили 280, 300. Там были какие-то 390. А, 290, 390 шиммерные. И липкий лак что-то 350, по-моему, стоил. И теперь липкий лак 400 с лишним рублей. Шиммерная коллекция тоже 400 с лишним рублей. И основная коллекция теперь там будет 340, по-моему, рублей. Я уже не помню конкретно. Но идет удорожание именно лаков. Про пластинки пока что не читала. Ну, новинок я у них тоже пока что не видела. Конечно, дорого. Но лаки, конечно, отличные. Не густеют, ничего. Пигмент, да, расслаивается, отседает. Но такое свойство большинство лаков имеет. Просто расслаиваться. Ничего в этом страшного нет. Перемешал и работаем дальше. А вот цена, конечно, да, кусается. И от свенки, блин, да, 400 с лишним рублей. 18 миллилитров. Но опять же 18 миллилитров, не 9. Так, и вот тот рисунок, которого я вообще не поняла. Вот, посмотрите, сидит такой пухлый тигр. Все отлично. А где его продолжение? То есть, силуэт есть. Я вот думала дальше. Вот они, видите, тут как-то по-китайски они сделали. Сначала идет нормально слева направо. А потом начинается справа налево рисунок. Но я и думала, вот этот так и идет слева направо рисунок многослойный. Но оно видно сразу, что как-то контур к основе не очень подходит. Но я думаю, ладно, все равно сделаю. Посмотрим, что из этого получится. Но, в общем, это два разных тигра. И как-то и непонятно, и что это, и куда это, и как это. Как-то они не продумали этот вопрос. И отпечатаю я вот этого тигра, который лежит на боку, к себе на ноготь, чтобы посмотреть размер. Размер у рисунков не маленький, сразу говорю. Обкусанные ногти пропускайте эту пластину сразу мимо. Потому что здоровые рисунки, вот они лазят только на мой отросший ноготь. А у меня тоже ногтевая пластина-то не очень большая. Я бы не сказала, что длинные. И ногти я ношу всегда короткие под корень. Так что эта пластинка на уже такие достаточно миндали. Ближе к стилету даже можно использовать. В общем, крупные рисунки. Но своеобразные тоже по-своему. Красивые. Пластинка стоит своего. Ну, кстати, дороже бы 250 рублей. Я за нее не отдала. Потому что качество обычное, как у Бонпретти и тому подобных пластин. Ни хуже, ни лучше. Вот такой у меня был обзор. Вот, посмотрите, фольга квадратики. Отпечаталась отлично. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok